Приветствую вас на своем канале. С вами я, Зоя Климю. Прогноз на неделю с 4 по 10 января. В целом настроение как недели, так и нас, людей, в частности, каждого в отдельности, противоречивое. С одной стороны, сильный акцент будет делаться на некие мотивационные действия, то есть много захочется сделать, надо что-то решать, что-то закрывать, что-то продвигать, но, к сожалению, многое будет стоять на месте. Такое впечатление, что вот как столб, я не знаю, монолитный, который не сдвинуть с места. С другой стороны, преодоление возникших ограничений и любых каких-то желаний, которые будут возникать, именно вот эта ситуация, которая будет или же нарисуется на этой неделе, она будет сдерживать. Дорогие мои, может быть, это и неплохо. Понедельник может оказаться хлопотным днем, но хлопотным днем только потому, что где-то что-то не доделали, куда-то надо бежать, а бежать вроде надо, а некуда. Больше контактов, разговоров будет, информация будет достаточно сложной, поездки будут тяжелые. Лучше этот период, именно хотя бы 4 и даже 5 числа, если есть возможность побыть дома. А если окажется, что можно еще и дольше задержаться, ну, конечно же, не у стола с Оливье, а в целом дома, то я бы даже рекомендовала просто, дорогие мои, освободить свое подсознание, просто освободить от беспокойства, от каких-то расстроенных чувств, разговоров. Может быть, у кого-то отношения испортились, у кого-то деньги кончились, а у кого-то где-то они лежат, и их никак не достать. Давайте договоримся. Успокоились, наладили контакт со своим подсознанием, и все, что приносит страшного, такие вот страшилки, нервозность, хлопоты, которые приносят нам подсознание, мы ему говорим, стоп, дорогое мое, не надо. Я знаю, что ты можешь решить эту проблему. Я буду отдыхать, а ты, пожалуйста, поработай. И отправляйте именно в том направлении, в котором есть проблемы. Поверьте, придет подсознание и принесет решение проблемы. Попробуйте. Возможно, не у всех получится сразу, но поработайте. Вы облегчите себе жизнь. У вас появится надежный помощник, консультант, надежный информатор. Ну, дорогие мои, человек намного сложнее, чем последняя марка автомобиля или компьютера. Так что давайте, используйте свои возможности. Простите, отвлеклась. Ну, что могу порекомендовать? Проанализируйте новости, события, с которыми вы сталкивались, которые вы увидите, возможно, в интернете. Главное, не впадать в какие-то крайности и сохранять спокойствие. Как с этим справиться, я вам совет дала. Дорогие мои, работает на миллион процентов. Далее, 7 января. Марс заканчивает или же закончит полугодовое кочевание по знаку Овна. А Овен – это стихия, то есть Марс является покровителем знака Овна, перейдет в знак Тельца. А это говорит о том, что все, что будет делаться, какие-то связи, какие-то разговоры, все, что касаемо денег, работы, все будет связано с личной выгодой, материальным результатом. Финансовые вопросы, конечно же, будут самыми главными. Это самое главное направление, которое будет мотивировать многих из нас к действиям не только на этой неделе, но и на протяжении всей зимы. Берем и февраль, и даже можно март немножечко захватить. Здесь важно помнить, что не все будет идти гладко. Как у многих задумывалось, как мы строили планы. С 18 по 13 января усилится ментальное напряжение, появится много информации, усилится информационный обмен, возрастет упрямство. Имейте в виду, что Телец он упрямый. А еще я, те, кто следит за моими работами, то я уже говорила, по-моему, даже в 2019 году, что именно в знаке, знак Телца будет инспектировать Уран. А Уран – это планета, покровитель знака воздуха. А здесь у нас еще Марс. Это Марс войны, да, бог войны. Это энергия. Она может быть, эта энергия может быть любой, как мягкой, теплой, горячей, так и испепеляющей. И не обязательно тех, кто рядом с вами, можно так и себя выжечь или же завести в какой-то тупик. Дорогие мои, работайте со своими подсознательными процессами. Еще разочек напомню, искренне прошу прощения у тех, кому надоедаю своими нравоучениями. Подсознание, только подсознание. Есть закон, есть закон государства, есть закон социума и есть закон Вселенной. Так вот, Вселенная будет всячески нас толкать на какие-то действия. И эти действия не всегда будут хорошими или же нравственного некого характера, или же могут принести нам что-то доброе и хорошее. Попридержите немножечко лошадей. Далее идем. Это будут упрямства, то есть вырастет упрямство, споры, конфликты, какие-то аварийные ситуации. И не только лично в жизни каждого человека, а в целом на земном шарике возрастет, ну, будут некие эхогенные ситуации, катастрофы, техника, электроника, связь. Все может подводить, то есть или же требовать ремонта. У меня в такие моменты пропадает звук в моем айфоне. Ну, понятно для меня, когда пропадает звук. Это говорит о том, что Вселенная меня отрубает от социума, чтобы я не выходила. Поэтому немножечко потерпите, подождите. Скоро будут стримы. Не стоит планировать приобретение электроники, средств связи именно на это время. Особую бдительность я бы рекомендовала проявить январьским водолеям и апрельским тельцам. Что касается рекомендаций, ну, подвергайте сомнению все то, что необходимо решить здесь и сейчас. Что значит сомнению? Я вам немножечко подскажу. Те, кто у меня проходит обучение, они уже, я надеюсь, пользуются некими моими фишками. Можете закрыть глаза. Я делаю это с открытыми глазами, потому что энергии у меня достаточно, слава богу. Я надеюсь, что вы тоже сильны, умны и богаты энергией. Есть проблема, например, нужно купить мобильный телефон, ну, как вариант, или автомобиль, или, я не знаю, там, внести первый взнос за какую-то квартиру, и вы еще не решили, вы еще не подписали документы. Представляете, во-первых, вы уже знаете, какой, например, вы телефон хотите. А если вы не знаете, то вы хотя бы можете визуально представить, как выглядит телефон. Давайте с телефона начнем. И постарайтесь, можете вверх поднять глаза, можете просто их закрыть, как вам удобно. Можете просто смотреть в ту же стенку, как вам удобно. Практикуйте. И представьте, что вы покупаете телефон. И если вы видите вокруг телефона свет, то есть есть пространство, то есть этот телефон не окружает некий мрак и некие непонятные, знаете, вот как косые дожди идут к стенке, да, то есть если к вашему телефону нет никаких таких внешне, то есть вселенная не сдерживает покупку, она дает добро, а если вообще светло, да еще и светит солнце, вперед покупайте. Но если вы видите, что немножко все серовато, телефон не яркий и непонятно, какой он может быть. Кстати, практикуя вот это небольшое такое, даже я бы сказала легкое задание, вот эту визуализацию, вы сможете очень сильно развить свои способности. А я всегда говорю, они у всех нас есть. Хотите вы, не хотите, но мы с вами можем, умеем и должны этим пользоваться. Мы вступили в совершенно другое время. Дорогие мои, идем дальше. Как уже подвергать сомнению и как выбирать, я немножечко вам подсказала. Обязательно это поможет вам избежать неких нежелательных последствий и поспешных шагов. Кстати, точно так же и в отношении с людьми. Только в отношении с людьми я бы рекомендовала быть более еще осторожными, может быть, проверять, перепроверять, потому что телефон это, ну это железка. Что же сделать? Купили, ну прогадали. А вот с людьми здесь можно испортить отношения на всю жизнь и потом жалеть. Кстати, 8-9 января деловые отношения будут развиваться намного эффективнее. Опять же, дорогие мои, акцентирую ваше внимание на том, что у каждого своя натальная карта, свои прогнозы. И Вселенная на каждого из нас возлагает свои какие-то планы. Одному она даст, другого отнимет, ну а кого-то и, возможно, не выпустит и из дома. И таких людей очень много будет. И они уже есть. И именно вот эта пандемия 2020 год, он обнулил нас настолько, что многим вообще не захочется выходить из дома. Далее. Относительно движения Луны по знаком зодиака, то здесь настроение будет меняться. 4 января Луна в Деве. Это рационализм, это последовательность, это все поступки мотивированы, то есть здесь преобладает холодный такой расчет, введение в бизнесе, то есть везде кругом. Кстати, хороший день для того, чтобы заняться ремонтом, здоровьем, чтобы изучить какой-то или же разработать, возможно, индивидуальный режим и рацион для питания. Может быть, вы захотите перейти на интервальный вид питания, то есть в 4 часа последний раз в 16.00 покушали, ну и позавтракали где-нибудь в 10. Это очень хороший такой вид, чтобы сбросить, чтобы похудеть. Ребят, помогает, попробуйте. 5-6 и утро 7 января Луна в Весах. Время для взаимодействия с другими людьми. Ну, конечно же, надо поздравить, надо позвонить, надо куда-то поехать. Может быть, какие-то еще подарочки приобрести, хорошие дни для любви, сотрудничества, творчества. Можно заняться или же закончить, если у кого-то еще все осталось в прошлом году, какие-то юридические, общественные, партнерские какие-то мероприятия, а может быть, кто-то и деятельностью какой-то займется. 7 января в отношениях придется держать на готове некий такой компромисс, то есть быть готовым к тому, чтобы в сложных ситуациях заулыбаться, сказать прости, обнять человека, пожалеть. Это достаточно сложный день и здесь очень у многих будут проигрываться кармические узлы по корни дом, семья и карьера. То есть, понимаете, вот это здесь надо быть очень-очень осторожными, потому что я через этот вот узел не так давно проходила. Это жутко. Это очень сложно, потому что если это у вас есть, а у ваших партнеров тоже это есть, то это коса на камень. 7, 8, 1 половина 9 января луна в Скорпионе. В психологическом плане это время может показаться более сложным, потому что будут некие появляться страхи, некая неосознанная агрессия, то есть она может проявляться неосознанно. Будет присутствовать замкнутость, закрытость, подозрительность. Это все будет усугубляться больше, чем обычно. Дорогие мои, подсознательные процессы. У Вселенной, значит, на вас совершенно не красивые, возможно, планы, и она хочет посмотреть на вас. Может быть, это и нормально в каких-то отношениях, поэтому будьте, пожалуйста, крайне-крайне осторожны. Полезно, кстати, заглянуть в лицо своим страхом, осознать ситуацию, которая произошла в прошлом году, которая, как, знаете, как я даже не могу с чем сравнить, боюсь даже с чем-то сравнить, которая катится за нами сзади. Ну, конечно же, у нас куча, целая куча, вот именно куча, которую надо разобрать. Это проблемы, это какие-то родственные будут, недопонимания, и это все надо разобрать. Опять же, займитесь своими подсознательными процессами. Воспользуйтесь моим советом, визуализацией, как с этим разобраться. Представьте вот эту кучу, эту кучу, из которой, конечно же, вы должны, вы обязаны увидеть такой, знаете, брежащий свет. Докопайтесь до этого света, разберите. Не надо думать, что в этой куче. Если вы этим решите разобраться, вы увидите, что там тот хлам, который вам и даром не нужен. А вот свет надо попытаться сохранить. Попытайтесь. А может быть, и не разбирайте, может быть, дайте свету пробиться наружу и позвонить своим близким, кому-то и сказать привет с Рождеством. Ведь это самый-самый хороший праздник. Это хорошее время для разгадывания тайн, мистики, эмоционального воображения, каких-то финансовых вопросов, кредиты, налоги, страховки. Можно планировать ремонтные работы, чистку или уборку. Вторая половина 9-10 января, а большая часть 11 января, Луна будет находиться в Стрельце. Оптимизм, вера, позитив. Это все будет возвращаться. Стрелец – это знак огня. Конечно же, опять же, конечно же, опять же. Вот эта туфтология, она как нельзя кстати в данной ситуации для тех, у кого произошло вольно или невольно истощение энергетики, истощение словарного запаса, истощение внимания, потому что очень много таких людей, которые вроде как бы и обнять хочется, но они сами не хотят. Они устали. Им тяжело, особенно люди пожилого возраста, для них попробуйте, особенно молодежь, которая вот будет слушать, попробуйте, обнимите своих бабушек, дедушек. И если они скажут, ой, мне тяжело, у меня болит там это, это, поверьте, это тот случай, когда людей надо поддержать, когда близким надо уделить внимание, когда лишний раз сказать «я тебя люблю», «ты мне очень дорого», «я за тебя не получается», мне как-то написали в комментарии, вы так часто говорите, что мы должны говорить «люблю», а я не могу. И как только я хочу сказать «люблю», у меня как будто язык деревенеет. Не могу. Есть, есть такие люди, и их очень много, среди мужчин особенно, которые не умеют раскрывать свой внутренний мир. Скажите тогда правду. Прости меня, но ты мне так дорог, или ты мне так дорога в этой жизни. Я за тебя переживаю. Можете что-то одно из этого выбрать, но доставьте близкому человеку, с которым, ну, я не знаю, уже и Ватерлоу прошли, и, как говорится, сожгли все, все, что только можно из хороших отношений, да, за эту пандемию. Не пожалейте хорошего слова. А еще ж Новый год был, а Новый год был жуткий. Мы сразу ругались, возможно, потом мирились, потом мы садились за стол, кто-то выпивал раньше до того как, да, и все-то нас многих раздражало, дорогие мои. Я сейчас закончу, и хочу только одно попросить. Прослушал мой прогноз. Облегчите свой внутренний мир и скажите тем, кто с вами рядом. Я за тебя так переживаю. Ты для меня так дорог или дорого. Обнимите своих детей. Ну, я искренне вам желаю, у меня даже больше нет слов, а такое впечатление, что я сейчас начну плакать, что я начну плакать потому, что это просто необходимо прежде всего и вам, и тому, кому вы скажете. Протяните вот эту маленькую-маленькую незаметную ниточку, который потом станет лучом света, лучом счастья и лучом наших надежд. Дорогие мои, с Новым годом! Я искренне желаю вам здоровья, счастья, удачи, семейного благополучия, любви и благоденствия. Берегите себя и тех, кто с вами или с нами рядом, потому что других, к сожалению, может и не быть. С вами была я, Зоя Клемюк. Удачи! Продолжение следует...